Назвать свое имя и показывать лицо этот мужчина отказывается. Говорит, не хочет лишних вопросов от знакомых. Да и вспоминать время, когда его жизнь висела на волоске от смерти, тоже не хочет. Заболел я в 2015 году, в сентябре месяце. Признаки заболевания были это кашель, воспаление легких, как установили диагноз, хроническая почечная недостаточность. После этого организм, видимо, не стал справляться. Назначили диализ. После диализ вообще я переносил очень сложно, потому что, видимо, не подходили лекарственные препараты. Потом начался плеврит, так как жидкости уже деваться некуда, она набралась в грудной полости. После этого часто выкачивал таракальных хирург. Моя жизнь подходила к концу. Гемодиализ – жизненно важная процедура, при которой функцию неработающей почки выполняет аппарат. Он очищает кровь от токсинов. В Акмолинской области таких пациентов 157. Гемодиализ для них бесплатный. Бюджет в Акмолинской области на лечение гемодиализных больных составляет порядка 510 миллионов тенге. И на одного больного государство расходует более 3 миллионов тенге в год. Все пациенты, которые получают услуги гемодиализа, они абсолютно бесплатно получают эту медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. И наш Акмолинский филиал, фонд социального медицинского страхования, полностью эти расходы оплачивает. Герою нашего сюжета, можно сказать, повезло. Донором стал близкий родственник. И уже меньше, чем через год, ему пересадили здоровую почку. Очнулся я после реанимации. Первое, что я почувствовал, это мне сказали, пейте воду в неограниченном количестве. Для меня это было очень удивительно, потому что за эти 9 месяцев я отвык пить воду. После этого я сам начал заниматься медленной пробежкой по утрам. И постепенно, где-то в течение месяца я восстановился. На сегодня я, так сказать, живу полноценной жизнью. Операцию по пересадке органов в Казахстане стали проводить в 2012-м. С тех пор вторую жизнь получили более полутора тысяч человек. Почему так мало? Ответ прост. Дефицит донорских органов. Донорский орган можно получить, по сути, только в двух случаях. Если нашелся человек, готовый поделиться собственной почкой или частью печени. А по словам врачей, от живых доноров можно получить только их. На такой шаг решаются чаще всего только близкие родственники, как в случае с героем нашего сюжета. Второй путь – трупная донация, то есть пересадка органов от умерших людей. Но готовы ли казахстанцы жертвовать органы погибших родных во имя спасения незнакомых людей? Мнение, знаете, зачастую только в отрицательном, да, то есть все отказываются практически. Говорят, чем пришли, с тем и уйдут, чтобы, не дай бог, не вскрывали. И у нас, как бы, трупная донация, она в любом случае не развита, потому что наш народ не согласен отдавать свои органы на пожертвования для блага других людей. Впрочем, разрешение родных спрашивают не всегда. К примеру, человек при жизни может выразить волю, чтобы после его смерти его органы использовали для донорства. Такая воля регистрируется в информационной системе, в поликлинике по месту жительства. Но, надо сказать, таких людей в Казахстане единицы – всего 15 человек. В Акмолинской области – ни одного. Большое количество примеров можно привести из-за рубежа. Там уже сейчас прижизненно молодые люди, которые нотариально заверяют документально документы, и свои органы уже, допустим, дают согласие на их трансплантацию. Постепенно к этому и мы приходим. К сожалению, пока что у нас инцидентов таких, которые прижизненно свои органы завещали, на трансплантацию нет. Поэтому на данном этапе проводится пока лишь только работа с родственниками тех пациентов, которые к нам попадают с заболеваниями, которые привели к смерти мозга. Инсульты, инфаркты, либо травмы, поле травмы. В нашей стране действует закон о презумпции согласия. Каждый гражданин Казахстана априори уже является донором, если только не написал отказ. А это значит, что после его смерти врачи имеют право изъять орган для трансплантации. Если у пациента поставлен диагноз смерть мозга, мы имеем право забирать органы, не спрашивая родственников. Но мы все равно у них спрашиваем, как бы идем им на встречу, чтобы у нас не было с ними недомолвок. Лиза Джанбековна, как на сегодня обстоит ситуация в области с очередями на донорские органы? В листе ожидания на данный момент сейчас состоит 250 человек по почкам, из них двое детей, 11 человек по печени, из них один ребенок и 15 человек по сердцу. И одна нуждается в пересадке легких, которая длительное время не может сейчас себе найти донора. В Акмолинском области забор органов проводится в четырех медучреждениях, в том числе в многопрофильной областной больнице. Итак, в том самом листе ожидания сегодня порядка 280 Акмолинцев. Между тем, один погибший человек может посмертно стать донором и спасти в среднем четверых, как максимум семерых. Для примера хочу сказать, что очень мудрое решение приняла одна женщина, это уже наш личный опыт, женщина, 80 лет, мама. Ее сын попал к нам с нарушением мозгового кровообращения. Она сказала очень такую мудрую фразу, к сожалению, у этого сына не сложилась своя семейная личная жизнь какая-то, у него своих детей собственных не было. Но он работал преподавателем, мы очень любили его дети. И его мама сказала, что я хочу, чтобы после его смерти он дал жизнь другим людям. Мы провели забор органов и четырех людей, четыре жизни были спасены. Внутренняя сила этого мужчины, отца, вызывает восхищение. И родители из далекой Индии, сердце которого сегодня бьется в кокшитаусской девочке. Мы понимаем, что это правильно, что это гуманно. Важно преодолеть страх, религиозные предубеждения и эгоизм. И несомненно, тогда спасенных жизней будет гораздо больше. Асель Турар, Василий Вережников, Шукантал, Киев, Кокшах, Парад.